В связи с пандемией COVID-19 изменениям подверглись практически все сферы нашей жизни, исключением не стали и трудовые отношения. Появилось множество новых терминов и понятий, которых в нем ранее не было и с которыми мы теперь сталкиваемся ежедневно. Об этом и многом другом вы узнаете в этом выпуске программы «Ваше право». Марта Расловна, в начале нашего диалога хотелось бы обсудить такой важный вопрос, как изменения в трудовом законодательстве во время пандемии COVID-19. Какие изменения все-таки последовали? Безусловно, с момента объявления Всемирной организации здравоохранения всемирной пандемии, новой коронавирусной инфекции, случились изменения крайне масштабные, в том числе и в сфере законодательства, в том числе в сфере нормативного регулирования общественных отношений. И надо сказать, что огромный удельный вес именно пришелся на трудовые отношения. Безусловно, естественно, пандемия сказалась и на реализации трудовых прав, и на содержании, собственно, трудовых отношений. О чем следует сказать? Надо отметить, что в наш повседневный обиход вошли те понятия, значения которых раньше было понятно только узкопрофильным специалистам. И, кроме того, все традиционные институты трудового права, они подверглись значительным изменениям, и мы на них посмотрели под совершенно новым углом. Вот так называемая удаленка, правильно, о которой мы слышим уже из новостей, о которой мы читаем практически ежедневно. Более того, любое посещение инстаграм, причем как официальных аккаунтов, так и не очень, тоже содержит именно этот термин. И, естественно, следует понять, регулируется ли удаленный режим рабочего времени с точки зрения норм права. Потому что понятно, что любое взаимодействие граждан, особенно в сфере трудовых отношений, конечно, оно должно находиться неукоснительно в правовом поле. Значит, как таковой термин удаленная работа в российском законодательстве не содержится, но это не означает, что не регулируется нормами российского законодательства. Этот термин появился в приказе Министерства труда и социального развития с момента объявления пандемии коронавирусной инфекции. То есть, получается, это относительно новый термин, который до этого не был... И если мы привязываемся, да, именно к термину удаленная работа, то да, это относительно новый термин. Другое дело, что корни его, конечно, уже достаточно давно регламентируются российским законодательством. Так, Трудовой кодекс Российской Федерации еще с 2013 года содержит понятие дистанционной работы и дистанционных работников. Но если мы сейчас возвращаемся к тому термину, который сейчас мы очень часто используем, используем его практически каждый день, следует отметить, что этот термин был введен приказом Министерства труда и социального развития, как я уже ранее сказала, а именно этот, федеральный орган исполнительной власти, реализует государственную политику в сфере труда. И, значит, возвращаясь к механизму, откуда взялась эта правовая конструкция, Всемирная организация здравоохранения порекомендовала в целях недопущения распространения этой инфекции избегать физических контактов, да, настолько, насколько это возможно. Естественно, конечно, сразу это затронуло и область трудовых отношений. Было рекомендовано работодателям переводить работников на удаленную работу. Что это означает? Удаленная работа, это означает выполнение своей трудовой функции вне места работы, вне места организации работодателя, вне места производства и так далее. Но тут не следует допускать подмены понятий. Мы говорим о собственно трудовых отношениях. В чистом виде выполнения трудовой функции, естественно, у нас меняется локация выполнения трудовой функции. То есть в самом общем виде удаленная работа это альтернативный способ организации рабочего времени. В принципе, скажем так, это небольшое изменение уже существующего формата работы. Да, это изменение, да, возможно, и небольшое, но тем не менее оно требует значительной подготовки к введению удаленного режима. То есть, получается, законодатель определил следующий порядок. Для того, чтобы ввести удаленный режим рабочего времени, следует издать локальный нормативно-правовой акт. То есть работодатель издает приказ о переводе работников на удаленный режим работы. И с этого момента этот процесс уже проистекает в правовом поле. Однако, в этот момент не перестают действовать все иные нормы трудового законодательства. Те, которые как бы имеют место быть, безусловно. И следует отметить, опять же, к вопросу о терминологии. Если мы говорим о дистанционной работе, то это должно быть прописано в трудовом договоре. Либо основной трудовой договор должен быть изменен подписанием дополнительного соглашения. Если мы говорим еще об одной разновидности удаленной работы, которая тоже уже является традиционной для российского трудового права, надомной работой, то это тоже должно быть предусмотрено нормами трудового договора. А вот то, что касается удаленного режима работы в связи с пандемией и в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, здесь требуется исключительно принятие локально-нормативного правового акта. Однако, что очень важно, удаленный режим работы, да, он внедряется достаточно просто, да, получается, вот есть определенный правовой механизм, но он не может быть внедрен повсеместно. Безусловно, остаются те отрасли, безусловно, остаются те производства, где априори в силу специфики выполняемых трудовых функций невозможно вводить удаленный режим работы. Да, но здесь, получается, тем не менее, рекомендации по ограничению физических контактов все равно продолжают действовать, и в данном случае на помощь может прийти реализация иных правовых конструкций, которые традиционно предусматриваются российским трудовым законодательством. Поясним, о чем идет речь. В Трудовом кодексе Российской Федерации предусмотрен режим неполного рабочего времени. То есть, по согласию, по согласованию между работником и работодателем, можно договориться о том, что работник работает меньше установленной продолжительности рабочего времени. То есть, таким образом, сокращается его нахождение на рабочем месте. Кроме того, можно вводить режим гибкого рабочего времени, тем самым попытаться избежать массового вскопления людей. Например, для части коллектива начинает рабочий день в 8 утра, для другой части коллектива в 10 утра. И точно так же разводить по времени начала обеденного перерыва и время окончания работы. Еще, получается, один инструмент предусмотрен. То есть, таким образом, имеющиеся правовые конструкции тоже можно адаптировать. Либо при наличии возможности вводить удаленный режим работы. То есть, получается, в принципе, наше законодательство уже имело некие инструменты для того, чтобы разгрузить вот этот процесс, даже если нет возможности перевести работников на полностью удаленный формат работы. Совершенно верно. Другое дело, что эти конструкции нужно несколько адаптировать под современные условия. Но по своему существу, по своему содержанию эти нормы применимы вот в условиях, которые на сегодня сложились. Ну, давайте мы с вами обсудим крайне важный, я думаю, очень интересный момент. Это, конечно же, момент, связанный с денежными средствами, с заработной платой работников. Да, да, да. Вот что, как быть работодателю и меняется ли заработная плата работников в связи с удаленным режимом работы? Естественно, заработная плата – это центральная проблема, центральный вопрос любых трудовых отношений, потому что, собственно, мы вступаем в трудовые отношения ровно дабы получать заработную плату. Ну, и ряд иных факультативных целей преследуем. А введение удаленного режима работы никоим образом не должно сказываться на выплате и на размере заработной платы. Заработная плата – это основная обязанность работодателя, которая устанавливается российским законодательством. На работодателе лежит обязанность по своевременной и в полном размере выплаты заработной платы. Это никоим образом не связано с изменением режима рабочего времени, никоим образом не связано с исполнением этих обязательств. При этом нужно учитывать то, какой механизм реализуется. Если мы говорим об удаленном режиме работы, то заработная плата не меняется. Но если мы вводим режим неполного рабочего времени, то сокращение заработной платы пропорционально отработанному времени абсолютно правомерно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова